Всем салам, на канале Майву, это прохождение по Зону Моушен, 14-я часть. Как вы помните, в прошлом серии мы добрались до болота и хотели обыскать всю болоту. А что будет дальше, узнаешь в этом серии. Приятного просмотра. Ну что ж, вот мы в Зоне, в Зоне Моушене, и мы хотели как бы изучить всю болоту и собирать тут все тайники, которые у нас здесь есть. Как по сути мы тут почти все обыскали, но я не был у базы Чистонебовцев, даже у них тут нету базы Чистонебовцев. Ну просто для любопытства, охота проверить, может там что-то лежит у них в этих точках, что-нибудь годное. Может там патроны какие-то, может там, не знаю, может там какие-нибудь... Вот тайник, вот смотрите, тайник. Я же говорю, тайнике что-то полезное лежит. Вот я и забрал. Оказывается, Ночная Звезда очень хороший артефакт. Надо делать больше места. Чем мы больше ночных звезд поставим, чем мы больше дальше будем ходить, тем мы дольше сможем спасти себя. Тут у нас, кстати, кровососы ходят. Это очень опасные мутанты. Очень приочин. Так, Ночная аптечка. И что тут у нас? Бывший хутор рыбаков, состоящий из двух деревняных строений. В полувзрушенном гуссарае и лодочного причала расположена восточная база Чистого Неба. Это место используется Чистым Небом в качестве паланцедра в самом начале боевых действий против ренегатов. Поэтому на Рабадском хуторе поразуется больше силы группировкой, несмотря на это. Ренегаты прилически предпринимают пытки захватить хутор. Понятники, но теперь нам надо двинуться, где очень много Чистым Небом в качестве. А, это база Чистым Небом в качестве? Серьезно, это их база Чистым Небом в качестве? Так переместили. Я думаю, она где-то сзади будет, у рыбацкого хутора. Вот и кровосос на них напал. Сейчас их там сразу двоих уроют. Вот, допустим, я на базе Чистого Неба. Так, я тут ни с кем не хочу воевать. Так, что ты тут продаешь? Ого, ты тут броник какой-то продаешь. К сожалению, у тебя херня мне не нравится, братан. У меня есть пару для тебя артефактов. Медуза продадим, мне не нужна. Эта тоже продадим, мне не нужна. Выворот, себя ставим. Кстати, я слепой, может, тут еще и колючки есть. Как будто кабана мы продадим. Патроны лишние мы продадим. Так, гранату я себя ставлю. Патроны, значит, для винтореза у них не продается. Так, ты ремонтник? Ты можешь ремонтировать? Да, ты можешь ремонтировать. Так, отремонтировать. Отремонтировать. Спасибо, братан. Ты у меня все хорошо ремонтируешь. Так, у меня винторез целый. Что тебе тут, Танеке? Танеке у них научных аптечек очень много. Я заберу, пожалуй, тебя. Так, сейчас для тебя ничего нет. Выполнить задание. Отыскать несколько гутуметров в деятельности лаборатории 16 и 18 за счетчик на точке базы чистого неба. Ага. Ага. Задание у тебя не открывается, да? А, открывается. Ой, ты, Лебедев. Отыскать несколько гутуметров в деятельности лаборатории, ай, мы это читали. В последнее время мы работаем на исследовании причин возникновения отдельных явлений зоны. Мы собрали много документов и сведений, но не имеем абсолютно никакой информации о деятельности секретных лабораторий на территорию зоны. Твоя задача... Ай, да, дебеда. Твоя задача состоит в том, чтобы проникнуть в лаборатории 16 и 18 и разобыть нам документы про валивающийся свет на работы и эксперименты, которые нам проводились. Документы могут находиться в других местах, порой даже самых неожиданных. Естественно, документов может оказаться достаточно много. Точнее, количество много сказать не может. Ты поможешь переносить документы, но раздельности или в большом количестве не важно. Оплата будет производиться за каждый документ. Это важна любая информация. Господи, что я так слепо читаю? Нам нужна важна... Нам важна любая информация. Дерзай, сталкер. Принять. Господи, так написали, все даже непонятно ничего. Хорошо, смотрите, мы сохраняемся на этом слоте первом. И смотрим, какие у нас сейчас задания. Найти механика. Механика добыть исследование и ИВХ-18. И мы будем выполнять только... И еще и задание для лебедя. Мы будем выполнять задание не только для лидеров, сталкеров. Все понятненько. Ну, что ж, давайте изучаем все точки, которые есть. Кровосос у нас лечится, как бы. Посадь, блин. Сейчас какие проблемы тут будут с этими кровососами? Оп-оп-оп-оп. Чисто не будутся нападают на этих кровососов. Так, кровосос у нас куда надвигается? Так, все понятненько. Давайте мы, короче, заберем эти трупы, что тут у нас есть. Чисто не будутся у нас тут повалялись. Умерли, к сожалению. Так, давайте соберем у них. Это пушку, это соберем, это возьмем. Так, и у тебя тоже, Вася, заберем, что есть. На всякий случай, я это заберу тебе, потому что я потом продам это. Старая церковь осмотреть. На юге локация стоит старая деревня под плыбленной целью. Церковь с шести куплами. На территории расположены паровозрушенные одноэтажные здания. Ничто похожее на подземельный склад. Также около церкви есть заброшенное кладбище. Мы это знаем хорошо. Чуку, блядь, ебануться, я тут броник какой нашел. Кобедизон, закат. Блядь, что раньше-то мне никто не сказал, что такой тайник хороший здесь находится. Блядь. В такой хороший артефакт, а я броник копил, 21 тысяч просрал. Ай-яй-яй-яй-яй. При предельной версии копии сталкерского кобедизона Заря умелым техникам из группировки наемники, также в основном он надевает новички группировки. Характерские намного лучше, чем у донора. Пользуется популярностью у некоторых ренегатов. Почему я раньше не забрал этот артефакт, я смогу ходить? Надо продать это все халяву, то, что я нашел. Потому что денег дофига будет. Так, значит, я на место не пойду, потому что там очень много кровососов, и они меня, к сожалению, могут убить. И это будет плохо очень. Давайте доберемся до базы чистого неба. Потому что бесполезно туда идти. Ренегав-то что унесли? Что, ренегав-то где? Еще миссии для ренегатов надо выполнить. Бля, что я не сходил? Я подождал ход и не сходил никуда. Где они ренегаты? А, ренегаты там проблему с мутантами. Ой, бля. И они не убивают ренегата, потому что... Потому что мне там задание есть. Поэтому они не убивают этого ренегата. Так, ну что, давайте, знаете что? Мы зайдем в базу чистого неба. И продадим все лишнее. Лишнее, все продадим лишнее. Кабинезон-закатник, к сожалению, не сдался. Так, и что еще у нас лишнее? Давайте ТОС-33 продадим. Два отклика мы продадим. Ни нахер нам не сдались. И у нас открылось еще одно место для артефакта. И сейчас мы его откроем. Улучшить. Этот. Восстановить контрольный для артефактов. Спасибо. И теперь мы можем теперь и поставить еще один артефакт. У нас еще будет больше защиты. 5 плюс защиты и лечение плюс 1. Использует контейнер артефактов 2. Теперь у меня стоит два артефакта. Теперь я мега профиус не анал. Вот теперь я крутой, а? Теперь у меня плюс 8 защиты и еще плюс 5 защита. И выносливость у меня плюс 8. Если еще найдем ночную звезду, еще поставим ночную звезду. И тогда мы можем уже надвигаться в темную долину и там уже брать документы. Но как мы видим, у нас все в порядке теперь. Теперь нам надо надвигаться на базу чистого. Не чистого, а рейнерегатов. 6 тысяч продал броник. 6 тысяч ушло просто. Не ушло, а пришло. Вот я вам говорю, что очень хорошо проверять дуг. Тайники, то что там, дофига столько халявы. Мне кажется там, мне кажется там что-то очень хорошее храняет эти кровососы. Потому что там может какие-то стоящие артефакты лежат. Татьяники, нет? Не, не дотянешься. А если я использую, например, этот... Как там? Винторез. Смогу дотянуться? Почему? Почему я же хочу атаковать? А, рейнерегаты появились. Красавчики. Ой, красавчик завалил его все-таки. Кстати, у нас откуда ученые взялись? Интересно, откуда они тут взялись? Так, сейчас этот кровосос будет надвигаться. Как он мне же бесит, этот кровосос. Так, ищем артефакт. О, а это что? Лечение радиации плюс два. Серый мех. Да ладно. Майвел. Экипировка. Так, пока мы уберем этот выверт и поставим этот... Лечение радиации плюс два. Может как раз от радиации будет избавить? Это, наверное, очень... О, смотрите, и все, у меня нет радиации. Вот и все, у меня нет радиации, господи. Ну, давайте тогда будем с собой этот, значит, аптефакт. Видите, какую точку? Я же говорю, что очень хорошо исследовать точки. Так, сохранимся. Вдруг на меня нападет этот кровосос. И подождем хода. Не подождем. Сначала мы штуздим. Принимем аптечку. И подождем хода. Надо еще контейнер для артефакта свободных цифр открыть. Так этот кровосос напал на чисто небо в целом, господи. Смогу дойти назад и тебя? Да, смогу. Давайте поможем этот чисто небо в целом. Ха-ха-ха, блядь, не хватил патрон. Подождем хода. Вот и все, мы помогли чисто небоцу. И идем, посмотрим, что тут у нас. Еще пульсы мы, естественно, забираем, потому что нам нужно. И ждем хода. Сейчас опять кровосос двинется. Вот хорошо, мы с чисто небоцу туда идем. Никто нам не мешает. Кровососы не появляются пока. А то ученый появился. Так, южный хутор осмотреть. Южный хутор контроль зомби. Одна из самых крупнейших поселенных прослуг на болотах. Здесь есть несколько домов под собий, строений, подвалов. Расположен хутор в самой юго-восточной точке локации. Понятно, Таник, лодка. Так, зомби, ты что? Ты просто покупаешь у меня? Просто здраво, ты покупаешь у меня. Значит, у меня купил он щупельцы. Это хорошо. Значит, все, мы тут все проверили. Осталось только дойти до этой базы линегатов и все. Еще идем. И еще идем. Группировка захватила точки северных хутор. Уход с из-за группировки мутанты и нелегатов. Да ладно. И что? Они еще и так выражают. Группировка мутанты, захватил северных хутор. Уход с из-за группировки мутанты и поседав собаку. Какой-то депетат. Мне это волнует, что у них тут ухушается. Я же не волнует, что у них тут ухушается. Смотреть. Опа. Руйная деревня. Контроль ученые. На сервис западе локации расположено полуразрушенное, полуразрушенное поселение, но у меня на руине две деревни. Есть несколько домов, здесь часть их, которых находится в критическом состоянии, а другая часть развалена до основания. Одно из зданий уничтожены гравитационные аномалии. На территории деревни есть подвал и водопарная башня. Да ладно, тут можно перейти на кордон. Нет, но я пока не буду переходить на кордон. Профессор. Профессор. Пока штурмовой мне не нажим. У тебя есть патроны для вала? Нет, у тебя патроны для вала, значит. Хорошо. Значит, тебе можно сдавать артефакты. Ты детектор продаешь. Детектор. И это ремонтировать можешь, нет? Нет, конечно, ты не можешь. Так, давайте, значит... Ой, да там мутанты захватили точку. Может, давайте я не буду выполнять для них задание, потому что это бесполезно, какая-то чушь, потому что там захватили мутанта-ренегатов, так что... Хотя, давайте, значит, что давайте захватим там точку этих ренегатов. Раз там это задание мне показывают, я же как бы пришел в эту игру, пришел выполнять задание и ни херней страдать. Так, почему-то все отступают, интересно. Я лучше тоже отступлю и пойду в кордон. И это передумал выполнять задание для нелегатов, потому что это бесполезная чушь просто. Так вот мы оказались на кордоне. Как мы помним, меня тут эти бандиты обижали и не давали мне пройти. И сейчас у меня все крутое и все мощное. И теперь я их завалю на ура просто. Просто отпичу, как маленьких детей. Да-да-да, вот типа бандиты крутые, вот всех убивают. Значит, у меня сейчас пока броня хорошая. Внимание всем, кто меня слышит. Я успел как раз так поедим, значит. Так, едим. И деревню новичков осмотреть. Так, торговец, ты продаешь патроны для вала? Нет, не продаешь. Ну, хорошо. А, не, продаешь, почему есть. Я думаю, что дробаш лучше продать, потому что она бесполезная чушь. Потому что бесполезная чушь, просто бесполезнейшая чушь-няшка. Давайте продадим этот дробаш. Я думаю, что он мне не сдался вообще. И патроны для дробаша продадим. Потому что как бы на монтах лучше с винторезом ходить. Он намного сильнее урон наносит. И лучше как раз. Испресси будет всех атаковать. И все, всех будет валить на ура. Так, еще продадим патроны. Мне не нужны которые. Так, ты улучшить можешь мою пуху? Мою пуху улучшить. Да, я знаю. Ремонтировать. И улучшить. Так, что это заменить материал элементов на обреченные аналоги. Так, улучшилась насильность. Повреждение плюс два. Повреждение плюс два. Да ладно. Так, давайте, значит, что мы сохранимся. И зайдем в этот. Скорость игры мы прибавим, естественно. Тут, оказывается, есть это. Громкость фоновой музыки можем заменять. Да ладно. Ну-ка, посмотрим. Да, скорость игры у нас увеличивается. Потому что так они медленно ходят. Просто меня бесит. Поэтому я ускорю. Так, я хотел проверить самое мощное оружие в этой игре. Самое мощное оружие в этой игре у нас какие-то есть оружие, которые тут очень хорошие. Так, мне это неинтересно. Но самое сильное оружие это вал, по-моему, в этой игре. И винт, арес. Газпушка, ручной пелемет, СВД. Мне это оружие неинтересно вообще. Так, и броня какие тут есть. Экзоскелеты тут. Экзоскелет Долга. Экзоскелет Свободы. Экзоскелет Монолита. Так, боеприпасы какие тут у нас есть. Мутанты какие у нас зомбированные. И все. Эти коменты какие у нас есть. Все блокады препарат, блокирующие нервные импульсы и подавшие эмоции. Это для этого мутанта. Артефакты у нас тут есть новые? Я что-то посмотрел. Посмотрел, забыл даже. В прошлом серии или в каком-то серии, наверное, смотрели. Так, другие предметы. Все понятно, короче. Ну что ж, мои дорогие друзья. Дорогие подписчики, кишдаллахи. Давайте на этом закончим. Ну, мы уже в следующей серии будем уже захватывать картон. Так как они меня обижали тут и я их буду тут обижать всех. И мы улучшим свой бинторец. Мы будем всех выносить на раз. Ну что ж, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И не болейте коронавирусом. И всем удачи. Все пока. И все.